Землю в лесфонд, а дома под снос. Этого опасаются жители Белимбая. Они арендовали участки под строительство, но статус земли оказался спорным. Помочь намерены первоуральские власти. Как будут решать проблему, рассказали нашим корреспондентам. В библиотеке Белимбая редко бывает сразу столько посетителей. На собрание жителей пригласили сотрудники городадминистрации. Пришли почти 50 человек и все с одним вопросом. Каким образом вы хотите решить вопрос в наших спорных землях? Спорная земля, от слова спорить. По документам одной организации. Земля муниципальная, по другим ей владеет лесфонд, а между ними жители. И у них тоже документы на землю. Например, супруги Черепанова. Они уже даже начали строительство, возвели бетонную коробку, но пришлось остановить работы. Хожу очень осторожно, потому что пола нету, потолка нету, одни балки. Заканчивать возведение дома просто побоялись. Его могут снести из-за неразберихи в документах. А история эта тянется уже 7 лет. Прежние власти разрешили жителям арендовать землю и строить дома. Но в 2015-м претензии возникли у прокуратуры. Был суд, и земли признали за лесфондом. А значит, строить на них нельзя. Переулок Никитина. Всего здесь 8 домов, 7 из них не достроены. Люди опасаются потерять жилье из-за спорного статуса земли. Сейчас спорными считаются более сотни участков. Нынешние власти Перворайска утверждают, нашли компромиссное решение в пользу жителей. Арендаторам земель объясняют, чтобы без опасений продолжили строительство, сейчас гемплан города перекраивается так, чтобы в него вошла эта спорная территория. На сегодняшний день разработан градостроительный документ, который называется «Генеральный план городского округа Первоуральск». И для того, чтобы окончательно узаконить, решить спорный момент, чьи же это земли все-таки, или снова фонды, или все-таки это земли населенного пункта, в документе «Генеральный план границы городского округа передвинуты». Изменения гемплана уже согласовали с областными властями. Сейчас его должны одобрить в Москве. Это может занять примерно месяц. Если на федеральном уровне новые границы Перворайска согласуют, то у жителей появится уверенность, и стройка здесь будет идти снова полным ходом. Алексей Вербицкий, Денис Хромцов и Руслан Гаскаров. Новости Перворайск.